Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Athletic Trucking USA. И у нас идёт запись с экрана. Сегодняшний выпуск посвящён электронным лакбукам, тахографам по-русски, и как мы ездим. И это будет не простой выпуск с объяснением азов, но вы очень много из него поймёте. Так что оставайтесь на экранах, ну, вернее, на канале. Лайки поставьте, колокольчики там. И немножко объясню вам по лакбукам. Причиной сегодняшнего включения был то, что я сегодня увидел, что у меня осталось 5 часов 24 минуты. Я ещё могу ехать сегодня. И это у меня возник резонный вопрос. А почему? Ведь я вчера... Ну, ведь я не взял положенные вот эти 10 часов, которые положено взять. Когда заложено, то положено. Чтобы у тебя восстановилось 14 часов работы. Но всё равно объясню азы. 10 часов поспал или дома сидел, не работал, не ехал. Ну, начну ещё раньше, короче. Четыре типа деятельности у нас, да? Это езда, работа, не связанная с ездой, это два. Потом сон, это три. И off-duty, это четыре. Это не сон, ничего. Это как бы ты берёшь 34 часа, допустим, или дома сидишь. 34 тебе даёт полный недельный цикл. Ну, ладно, об этом как бы понятно, что я говорю, но не будем на этом заострять. Так вот, drive, off, sleep и так далее. Так вот, чтобы вы могли ехать 11 часов, перед этим нужно 10 часов поспать, либо на off-duty быть 10 часов. И из этого правила есть небольшие исключения, и вот именно этому исключению посвящено сегодняшнее включение. Вот это я спал, это я был off-duty, и 10 часов не накопилось, а исключение звучит следующим образом. Если ты ехал предыдущий день, и ты не набрал 11 часов езды, или 8, по-моему, но ты поспал 8 часов... Звучит путанно, но не знаю, просто слушайте. Но ты поспал 8 часов, то остаток часов переносится на следующий день. То есть это сегодня 10 часов утра сейчас, и я нахожусь на разгрузке в состоянии сна. Я приехал ночью, ушёл на off-duty, и немножечко поспал здесь, проснулся, и вот это я сделал езда, не связанная с работой, off-duty, с прерывистой линией. Ну-ка, о, прикольно. Прерывистая линия езда, не связанная с работой. Это чтобы я мог к доку подъехать. И дальше встал на сон, чтобы добрать эти 10 часов. Но оказывается, чтобы проехать ещё вот 5 часов 24 минуты, не требуется что? Поспать 10 часов. Это сработало, опять же, я говорю, исключением. Исключением. Чтобы понять суть этого исключения, перейдём с 14 февраля на 13 февраля. Что мы тут видим? Это off-duty, вот это driving, это on-duty, это off-duty, вот это sleep. Опа. Sleep я... А, нет, это driving. Sleep это вот эта средняя линия. Здесь я его не ставил, но иногда я его кратко ставлю, чтобы для чего? Чтобы не было там залипаний. Буквально на минуту его ставишь. Но об этом другая. Не буду на этом заостряться. И получилось, что за вчерашний день я вот как бы 10 часов 30 минут утра проснулся. Потом сделал pre-trip inspection. Потом ехал. Потом здесь чем-то занимался. Тоже не ехал. Потом я пошёл в спортзал. Это я был в спортзале. На off-duty поставил. Потом я снова выехал там. Где-то здесь я заправился. Вот тут всё это описано, где я заправлялся. Вот тут я 10 часов 22 минуты поспал. Это мне дало право на рабочую смену. То есть фиксация в том, что 6 часов 33 минуты я ехал, а можно ехать в 14-часовой промежуток времени, 11 часов и 3 часа заниматься любой другой деятельностью. То есть если бы я эти 6 часов проехал в 7-часовой промежуток времени, то это дало бы мне право на более ранний рестарт. Ну так вот, здесь логбук смотрит. Ага, 11 часов езды он не набрал. Это первое условие. Второе условие. Он поспал 8 часов. Два условия соблюдены. Тогда мы ему даём остаток часов покататься. Но почему-то это 12. 5,24. Ну-ка, сравним. 5,24. Прибавляем. 6,33. Ну да, это будет 12. 5,24. 24 плюс 33. 57, да? Ну, как-то 11,57. Какое-то дробное число получилось. Ну, не знаю, с чем это связано. А куда делись 3 минуты. Но вот это так работает исключение. И я очень редко им пользуюсь. И многие вообще о нём не знают. И просто неохота забивать голову этим делом. О, начали меня разгружать. Всё трясётся. Большие рулоны бумаги привёз. А, вот он даже мне путь показал. Вот отсюда. Вот здесь я проснулся в первом пункте. Потом... Опа. Потом я ехал по 95-й дороге. Заехал в Вирджинию. Здесь переночевал. И там, ну, вот такие. Так что вот, надеюсь, вы больше узнали о электронных лакбултках в США. И всем спасибо за просмотр. Атлетик Траккин USA. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok